Трудоустройство мигрантов на городских предприятиях и связанное с этим вопросом безопасности как приезжих, так и жителей Вологды, обсудили представители администрации города, УВД, миграционной службы и всех диаспор на заседании Координационного совета по взаимодействию с национальными общественными объединениями при главе города. Вопрос серьезный и актуальный не только для Вологодщины. Многие регионы из-за выросшего потока мигрантов сейчас сталкиваются с проблемой взаимоотношений местного населения и иностранных рабочих. Некоторые предприятия-работодатели вовремя не уведомляют о привлечении иностранной рабочей силы. Я просто призываю все из-за стол переговоров, все вместе, вот эту проблему обсудить, чтобы был алгоритм действий предпринимателей, руководителей предприятий, организаций, был алгоритм действий общения с нами, был алгоритм действий общения с органами местного самоуправления, и, соответственно, чтобы мы вместе работали в одном упряжке, в одном направлении, вот по этим проблемам. Ежегодно порядка 120 вологодских предприятий привлекают иностранцев к работе. На них трудится около 1 тысячи мигрантов, хотя квоты даже на этот год в два раза больше. В Вологде среди предприятий, использующих труд мигрантов, такие крупные производители, как Вологодская ягода, Вологодское мороженое, подшипниковый завод и другие. Обеспечить работой достойными условиями проживания и, в том числе, организовать досуг иностранных рабочих. По мнению властей, задача самих работодателей. Когда мы обсуждали досуг, есть очень положительные примеры, когда наше предприятие, вот тоже Вологодское мороженое, организовывают там спортивные соревнования, и их иностранцы принимают своими командами выйти во всех спортивных мероприятиях. То есть вот тут тоже наше предприятие нужно обратить внимание на это. С октября ответственность за межнациональные конфликты на территориях возложена на уровень регионов и муниципалитетов. Это закреплено решением президента, и теперь именно власти на местах должны обеспечивать мирное существование и проживание людей разных национальностей и не допускать конфликтов на национальной почве. Судя по последним событиям в подмосковном Бирюлеве, где произошли беспорядки столкновений между жителями и приезжими, предпосылки для этого существуют, и работать в этом направлении предстоит очень серьезно. Но опыт взаимодействия с представителями разных национальностей и их адаптации в Вологде уже есть. Это школа иммигрантов. У нас более сотни уже иностранцев прошли. Более десяти предприятий, в основном предприятий города Вологде это организовало. И действительно это показывает свою эффективность. То есть иностранцы занимаются делом, изучают язык, культуру, традиции, спортом, вот эти все культурные предприятия. Это все есть, это все реально. Увеличение миграционных потоков – тенденция не только российская, но и мировая. Потому необходимо отладить механизм, когда мигранты, приезжая в тот или иной регион, становятся нужными. Работают, платят налоги, уважают и соблюдают местные традиции. С коренными жителями также необходимо проводить разъяснительную работу. А вопрос-то стоит в сфере межнационального общения. Безусловно, есть ресурсные центры, центры по работе с населением. Надо говорить об этом, надо говорить местным населением. Что делают мигранты, с какой целью приехать, где живут. И вот если вы предоставите вот такие площадки, мы готовы работать совместно с администрацией города. Именно по разъяснению. Еще одной проблемой является так называемая неофициальная оттуда вая миграция, когда иностранцев на работу приглашают не предприятия, а физические лица, зачастую не оформляя приезжих. По статистике, количество таких мигрантов в два раза превышает число тех, кто устроен на работу официально. Всего на учете в миграционной службе сейчас стоит более 5000 иностранных граждан. Часть из них работают по квотам и патентам. Остальные – туристы и те, кто приехал в Вологду погостить. В кратчайшие сроки сотрудникам администрации города совместно с УВД и миграционной службой необходимо подготовить алгоритм работы с мигрантами, разработать комплексные меры по их социальной адаптации. Кроме того, по поручению главы Вологды будут проревизированы предприятия города. Это использующая труд мигрантов. Проверяться будет в соответствии заявленных квот и количества работающих иностранцев, а также насколько обеспечены условиями для проживания граждане других государств. Если предприятия привлекают к работе больше мигрантов, чем могут обеспечить нормальными условиями жизни, то пересмотреть вопрос квотирования этих предприятий. Сделать сверху тогда, сейчас, что на предприятиях, реально, вместе с УФМС, отревизировать в ближайшее время, возьмите две недели на это все, пройти ножками вместе и навести порядок здесь. После этого за мою подписью на губернатора письмо подготовить, и о корректировке квот в Москве, в Министерстве труда и занятости. Помогать в решении проблем мигрантов должны не только власти, но и представители национальных диаспор, и они также должны быть готовы к работе. На сегодняшний день в областном центре зарегистрировано 16 различных национальных общественных объединений. Исторически сложилось так, что Вологда – гостеприимный и мудрый город. Здесь всегда находилось место людям любой национальности и вероисповедания. И всегда в Волокжане тепло принимали гостей и жили с ними в согласии. Теперь, опираясь на традиции, используя накопленный опыт последних десятилетий, необходимо продолжить эту работу. Мария Поздева, Арина Прахова, Антон Лукьянов. Вологда.Портал.